К слову, звание-то мы уже поднимаем. Доходим до комплектика, а там-то уже все вещи и начинаются. Ну все. В общем и целом я сделал программу минимум. До шафта мы дошли. Покупаем шафт М0. Ну и копим, продолжаем кристалл. Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. И сегодня записываю новый ролик. Я думаю, что вы немножечко таки в шоке, в какой-то степени вообще не понимаете, что у нас сейчас происходит. Вчера на стриме ребята вообще не поняли, что за движение, что за новый аккаунт. Сегодня я попытаюсь вам рассказать вообще, что я придумал. Ну и, конечно же, рассказать про этот данный новый супернагибаторский аккаунтик, который будет до легенды на шафте. У меня, как вы знаете, нет ни одного аккаунта, который был бы связан именно таки с данной пушкой. И я решил, что у нас сейчас имеется челлендж, в котором в итоге можно получить хт, шафтик. И плюс ко всему этому делу можно будет получить хорек легоси. Я подумал и решил, что я хочу создать данный аккаунт. Никого я, в принципе, таких масштабных аппетитных нагибаторов не видел, которые играют именно таки на шафтах. И делают по данной пушке рубрики вообще определенные. И я решил, что, в принципе, есть желание сделать данную рубрику. Увидеть вообще, интересно ли вам данные движения, новые аккаунты. Не создавал я уже давным-давно новые какие-то аки, на которых я бы начал развиваться с нуля. А тут еще и шафт, пушка, на которой я более трех лет не играл. Просто не играл на данной пушке. И сейчас у нас есть данный аккаунт. Вчера я уже набил на нем 170 звезд. У нас, к слову, осталось до окончания нашего челленджа 5 дней. За 5 дней мне надо набить 2000 звезд, получить новый уникальный скин, прокачать звание. Все уже, в принципе, здесь закуплено. 170 набито. Давайте сразу, я думаю, что запикаемся в каточку. И я вообще, в общем и целом, попытаюсь вам рассказать, в чем же вся суть и в чем вся прелесть. И почему я вообще горю желанием набивать звезды на данном аккаунте. Я, безусловно, верю, что вы поддержите данную рубрику. То, что вам будет это все интересно. Если вам интересно, то прямо сейчас можете уже поставить палец вверх. Подписаться на канал, если еще вдруг не подписаны. К слову, мы еще под конец данного видеоролика откроем контейнеры, которые у нас уже накопились. На данном аккаунте уже пятерочка у нас имеется. Ну и я думаю, что начнем весь данный разговор именно-таки с того, как я вот создал аккаунт. Не захотел я уже тут сейчас никаких вставочек делать. Да, безусловно, чтобы мне получить именно-таки данного шафта, мне надо было немножечко-таки прокачать званочку. Это мастер Капрала надо было получить. Получил я своего мастер Капрала. Не знаю, сейчас никого вообще не нашел. Зря сводился. Надо было получить мастер Капрала, дабы именно-таки получить шафта. Чтобы у меня открылся он и чтобы я его мог именно-таки приобрести. Я его, конечно же, приобрел. Начал уже свой путь нагибатора шафтовода. И, как по мне, мне очень сильно это все дело понравилось. Вот серьезно, ребят, я не играл на шафте три года. Вот представьте, три года я не играл на данной пушке. И вы не представляете, насколько много кайфа я получил, играя на данной пушке. Это просто нереально круто в какой-то степени, когда ты долгое время вот не играешь на таких вооружениях. Потом для тебя это кажется, как будто ты играешь вообще на пушке, которой не было в данной игре. Вот просто новая как будто у тебя имеется. Вот условно говоря, сейчас бы как будто вышла бы новая пушка какая-нибудь там мега крутейшая аппетитно-нагибаторская. И я бы ее бы взял. Вот у меня примерно такие же были эмоции. И вот сейчас мне настолько круто и кайфово набивать звезды именно-таки на данном аккаунте. Я понимаю, что звание растет и то, что с каждым следующим званием, пока у меня вооружение именно-таки в ноль, играть становится на данном аккаунте все тяжелее и тяжелее. Но я не знаю, то ли я рассчитал это, можете судить это так, то ли можете сказать, что я просто везучий лакер, который поймал момент с комплектом Хорната Шафта. Именно-таки данный комплектик я думаю, что сегодня вечером мы уже приобретем. Это понятное дело, что будет не в данном видеоролике, потому что для данного комплекта нам нужно новое определенное звание, до которого я пока еще не доплыл. Именно-таки мастер-сержант нам надо приобрести, дабы приобрести данный комплект. И я думаю, что вполне реально приобрести нам данный комплект, выкачать его уже DM2 и полноценно, на полном, легке нагибать на данном аккаунте. Что касаемо вложений вообще по данному аккаунту, то я могу сказать, что было вложено 249 рублей именно-таки на боевой пропуск и на 3 дня према. Я так подумал, что в принципе, в общем и целом у меня должно хватить этого времени, дабы я здесь набил 2000 звезд, потому что и так у нас остается 5 дней. Приходите, ребят, безусловно, на стримы. На стримах мы будем набивать звезды вместе с вами, будем развивать данный аккаунт. Я не знаю, насколько быстро пойдет вообще прокачка данного аккаунта, но, безусловно, мы выполним данный челлендж. Я уверен, более чем, что у нас все получится, мы выполним. И у нас будет в этом плане вообще все супер. Шафтик будет, будет Харечек Легаси, новый уникальный аккаунт, еще один, при том, ко всему этому это будет шафт, тупо шафт, просто. Где вот, вот где вы можете у меня где-нибудь на стримах или вообще в роликах увидеть шафта? Правильно, нигде, потому что я нигде на шафте не играю. И вот именно, наверное, такие вот моменты мотивируют меня создавать такие аккаунты, при том, в всем раскладе то, что сейчас еще в челленджах шафт ХТ имеется. Но это просто, как по мне, сошлись все звезды, мои желания. И, в общем и целом, это довольно-таки круто. Что бы я еще вообще, в принципе, добавил? До конца каточки у нас еще пока 3 минуты остается. Я думаю, что по звездам что могу сказать? Ну, не сказать, что на шафте намного так тяжелее бить звезды, чем на любом другом вооружении на таких маленьких званиях. Да, как бы у меня нарки особо нету. Есть какие-то определенные моменты, в которых не совсем приятно, да. То есть, бывает, вас фокусят, что-то не получается, потому что это шафт. Плюс еще есть какого-то рода непривычность. То есть, как бы я давно не играл, не особо, да и вообще любил данную пушку. Нет у меня какого-то отличного скилла, как, например, на том же страйкере или еще на какой-то другой нормальной пушке. Здесь для меня все немного-таки потяжелее обстоит. И в какой-то степени даже можно сказать, что прокачивая данный аккаунт, я прокачиваю свой скилл именно-таки на данной пушке. Хорошо это или плохо? Безусловно, это хорошо. Что-то новое для меня, что-то интересное для вас. И, конечно, это новый уникальный аккаунт, который мы будем вместе с вами прокачивать не только на видеороликах, но и на стримах после даже данного челленджа. Я думаю, что... Ну, не знаю, за сколько времени у нас получится его прокачать до условной там легенды. Но я думаю, что мы его забрасывать точно с вами не будем. Это уникальный аккаунт. А уникальные аккаунты в моем случае никогда и никогда не забрасываются. Да, вы сейчас можете сказать, что у меня был аккаунт по Джаггернауту, там все дела. Но, ребят, ну давайте смотреть трезво на все эти вещи. Джаггернаут сейчас, ну он не настолько актуален, чтобы играть на определенном одном формате и на нем именно-таки прокачивать свое вооружение. Джаггернаут это уже, можно сказать, просто любительский формат, а не какой-то прям сверхнагибаторский, в котором вы можете получать большое количество вообще каких-то эмоций, удовольствий и тому прочему. Поэтому именно-таки такой аккаунт у нас сейчас стартует. Надеюсь, что у нас все получится, то что я успею, даже с тем количеством времени, которое у меня небольшое именно-таки имеется, добить здесь 2000 звезд. Выкачать данный аккаунт, я думаю, что ну это будет максимум какой-нибудь третий-четвертый ворент. Я думаю, что выше мы по именно-таки звонке не поднимемся. Все-таки это шафт, это не какое-то там мега крутейшее вооружение. Прикупим комплектик, я думаю, что следующий ролик мы именно-таки начнем с данного уже комплекта, с более-болевого именно-таки количества звезд набитых, потому что сейчас у меня набито только 170. В принципе, за пару часиков у меня удалось данное количество именно-таки набить, и я считаю, что это довольно-таки достойный результат для нулевого аккаунта, потому что здесь каточки вообще досрочно не завершаются. Еще при всем этом раскладе нарки у меня явно сейчас мало на данном аккаунте. Будет сейчас у нас именно-таки открытие первых кейсов, более-таки обширных. Пятерочку мы как раз-таки откроем, будем надеяться, что там нарочка какая-нибудь нам дропнет, а не какие-нибудь беспонтовые краски, потому что сейчас краски мне, ну, вообще просто... Ну, они не надо, ну, серьезно. Ну, зачем вот мне сейчас краски, я могу эти краски получить в условных там челленджах, играть ради красок, но это реально глупо. А вот скин шафта, это, наверное, вот то самое чувство, когда... Есть смысл, есть смысл набивать 2000 звезд, и впервые именно-таки за челлендж я набиваю 6к, и считаю, что довольно-таки достойный результат, как по мне, и довольно интересный аккаунт, честно, вот серьезно. Я не думал, что я настолько много буду получать положительных эмоций, играя на шафте, понятное дело, что сейчас на видеоролике. Я немножко туплю, какие-то глупые ошибки делаю, даже противника не могу никакого выселить, и вы думаете, ё-моё, банка рак, ты с такой игрой-то вообще не набьешь свои звезды, но, в общем и целом, я могу сказать, что всё довольно-таки неплохо идёт, званочка качается, главное нам доплыть до нашего комплекта, там уже, конечно же, выкачивать мы всё это дело начнём, и я думаю, что никаких проблем у нас с данным аккаунтом точно не предвидится именно-таки на выполнении данных челленджей, потому что вот такой вот комплект пиранью мы прикупим, всего лишь 45 тысяч кристаллов оно стоит, при всём том раскладе, то, что я за 11 тысяч опыта уже набил 40 тысяч кристаллов, безусловно, здесь уже и за челлендж что-то мне тут прибавило, 8 тысяч, здесь ещё троечка, то есть 11к у нас прибавилось, поэтому всё довольно-таки круто идёт, вчера я поймал на данном аккаунте ещё один контейнер, поэтому у нас пятёрочка сейчас будет открываться, и вообще, если честно вам сказать, да, есть баг определённый сейчас с голдами, вы в простых катках, наверное, видите только простые голды, думаете, блин, ещё и шанс какой-то маленький падает, не знаю, что вчера было в игре, сегодня я ещё особо-таки не покатал, но, условно говоря, сейчас вот после выхода данного видеоролика вы можете обязательно прийти на стрим, посмотреть со мной, пообщаться, поддержать меня в каком-то духе по набиванию данных звёзд, потому что, как по мне, ну, набивать на таких вооружениях не так просто, но намного-намного-таки интереснее, да, это пока что нулёвый аккаунт, в который в какой-то степени он довольно-таки простой по набитию звёзд, но чем выше звание, тем тяжелее становится набивать на таких определённых пушках, возможно-таки в дальнейшем мы даже запишем какую-то определённую рубрику на шафтах, потому что я знаю одного человека, который ведёт тоже такую рубрику, в какой-то степени я данную рубрику, можно сказать, немножечки-таки подслезал с него, но в общем и целом идея создания данного аккаунта у меня уже была давным-давно, и если вам это всё дело интересно, вот просто, ну, не поленитесь, поставьте лайк на данный ролик, я увижу, что вам это интересно движение, я буду с большей мотивацией продолжать набивать данные звёзды, поднимать данный аккаунт, больше видосов записывать для вас, так что как-то так, открываем пятёрочку контейнеров, вроде я выговорился, вроде я сказал всё, что я хотел, не знаю, что можно ещё было бы добавить, 125 двойной защиты неплохо, 125 двойного урона, о, если сейчас мне по 125 каждого выпадет, было бы вообще неплохо, о, ддшки это и хорошо, ддшки падают, это супер, вот как раз для шафта это самое то, о, блин, 50 батареек, ну зачем 50 батареек, вот сейчас бы 100 всех припасов на последнем бэк-контейнере дало, и я был бы доволен, но нам падает 125 мин, ну, не сказать, что я, в принципе, доволен, аптечек у меня не так много, ни трушки нету, но хоть какая-то минимальная нарочка сейчас у нас появилась на аккаунте, и, как по мне, это довольно-таки неплохо, довольно-таки неплохо, то, что я уже смогу набивать данные звёзды не просто без нарки, а уже с какой-то определённой расходки, и у меня это будет намного-намного таки проще всё это дело идти. В общем, такой вот ролик у нас получился, ребят, ещё раз повторюсь, нравится, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, напишите вообще в комментарии, что вы думаете по этому поводу, интересен ли вам данный аккаунт, хотели бы вы вообще себе сами создать аккаунт с нуля на шафте, то есть путь шафтовода от новобранца до легенды. Интересно будет вообще посмотреть ваше мнение, почитать комментарии, безусловно, все ваши комментарии я всегда читаю. На этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!